Этот мир придуман не нами, и куда он катится, знаем не мы. На этой неделе стало понятно, что никуда нам от своей судьбы не уйти. Путин жил, Путин жив, Путин продолжит жить на земле русской в качестве президента. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, Госдума приняла таки закон о праве президента претендовать еще на два срока. Теперь мы точно знаем, ради чего обновили Конституцию. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду я, не пойду на выбор в 2024 году. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю. Интересненько получается. Формально разрешение от народа есть. А теперь давайте-ка поставим в комментариях плюсик, кто это разрешение президенту дал. И самое главное, опишите, каким образом. Ведь ранее Памфилова громко так заявила, что поправки Конституции уже приняты, и согласования с народом они не требуют. А весь этот цирк с голосованием, это чтобы президент мнение народа услышал. Услышал и сделал по-своему. То есть на этом этапе наше мнение учтено не было. Идем дальше. Обновление Конституции привело к обнулению президента и, как следствие, к еще двум президентским срокам. А теперь, внимание, вопрос. Где я упустила наше согласие? Или оно было настолько молчаливым, что услышали его только избранные? Вот это, кстати, больше похоже на правду. Но жизнь после Путина нам, видимо, не грозит, потому как авторы инициативы, крошененников Севастьянова и Клишес, помимо воли своего лидера, также предложили прописать в законодательстве и обязательные критерии российского президента. Он должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, и не имеющий гражданства иностранного государства. А к чему все эти расшаркивания перед народом? Давайте сразу напишем. В 2024 потенциальному президенту России должно исполниться 72 года. Это должен быть человек, который уже отсидел несколько сроков. Президентских, естественно. Плюс у него должен быть свой дворец в Геленджике и звать его должны Вова. Но мы же все прекрасно понимаем, под кого пишутся и критерии, и законы. Так зачем все усложнять? Да и сами честные прозрачные выборы я предлагаю отменить, а сэкономленные деньги отдать пенсионерам. Ведь результат-то очевиден. Тут главное, чтобы адренохрон не подвел. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный. Боже, царя храни. Без паспорта на выход. Роскомнадзор на этой неделе объявил о своем желании запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Все это делается в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. Вариантов слить свои паспортные данные у вас будет несколько. Непосредственно на самой площадке перед регистрацией аккаунта, либо через портал госуслуг. Согласно проекту приказа Роскомнадзора, который в итоге станет поправками к закону о персональных данных, воле изъявить, каким образом человек хочет засветить свой паспорт, нужно будет уже с 1 июля текущего года. Вариантов ухода от ответственности закон не предлагает. При этом открыто сообщает, что цитата данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами. Конец цитаты. Ну и естественно способ сохранения наших персональных данных в законе не описан. А это значит, что наш паспорт потом спокойно сможет гулять по Даркнету и никому за это ничего не будет. Кстати, в случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тысяч рублей. Ну вот и приехали. А ключ-то от квартиры куда положить? А пин-коды от карты, образцы биоматериалов и конверты с накоплениями еще не просили сдать? А то я тут что-то пропустила. Вот только мне непонятно, ну и зачем это все? Чтобы в целях борьбы с инакомыслящими гражданин полицейский начальник не искал нас по интернету, а сразу приходил по указанному адресу? Так я вас расстрою, никто из оппозиционеров за левыми аккаунтами-то и не прячется. У большинства из них вообще есть лицензия на распространение мнения. Попросту говоря, регистрация своего средства массовой информации. Так что из-под тишка тут никто ничего не высказывает. Ну а то, что государство сует свой нос настолько непозволительно глубоко, это уже даже не новость. Не может быть! Никогда такого не было и вот опять. Высокие технологии на этот раз добрались до Казмодемьянска. Ну как высокие? Где-то примерно на уровне самого высокого холма. Именно так местным жителям приходится ловить интернет. На противоположном берегу от Казмодемьянска находятся Юринский и Килимарский районы нашей республики. И вот оттуда имеет корни наш законопроект. Когда ввели у нас в стране режим повышенной готовности, люди шли на санкционное образование, то выяснилось, что в этих районах нет нормального интернета. Люди там предприимчивые и родители стали по утрам находить бугры, которые повыше, выезжая туда на машине, подкидывать смартфоны вверх и ловить задания от учителя. Вечером уже то же самое они подбрасывали наверх, чтобы показать учителю, что за день сделал их ребенок. Я считаю, что это нормально. И мы уже в мае внесли законопроект, потому что интернет должен быть у нас хотя бы в Центральной России обязательно доступный. Но уже прошел год, а его до сих пор нет. Еще не так давно мы обсуждали ученика на березе, а теперь вот нововведение. Родители на холме. Смех держава, да и только. Зато помните, в конце прошлого года власти решили провести высокоскоростной интернет в Арктику, потратив на это 65 миллиардов рублей. Ну конечно, куда же Арктика без интернета? Вот деревни, села и поселки без газа, это в России нормально. А день без полного контакта Соловьева, это уже ни в какие рамки не входит. И знаете что? А похоже кому-то выгодно, что в глубинках нет ни интернета, ни возможности выйти на митинг. Ну сами понимаете, да, что по телевизору приходится смотреть этим несчастным людям. Но как ни странно, в натовские ракеты, равно как и в натовские войска, козьмодемьянцы все равно не верят. Говорят, что шанса дойти до них живыми просто нет. Нет, дорога одна, а назвать ее дорогой очень сложно. И пролегает она через Волжск, где от газовой атаки гибнет не только все живое, но и все вражеское. Короче говоря, друзья, нам с вами еще радоваться надо. У нас хоть интернет есть, асфальт для митингов и воздух какой-никакой, но пока бесплатный. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно! Век живи, век учись и желательно на чужих ошибках. На прошлой неделе 78-я школа решила повесить своего губернатора Белозерцева, но не успела. Его перехватили правоохранительные органы. Подробнее об этом, кстати, вы сможете узнать из моего второго выпуска новостей, который уже появился только на нашем канале Ермак Медиа. Так вот, на этой неделе стало известно, что инициативу 78-й школы подхватил один из хабаровских детских садов. Там вместо рисунков и подделок воспитанников повесили Дегтярева и список его достижений. А нафига? Кто любуется на него в детском саду? Кому интересна его биография? Особенно в свете его последних высказываний о том, что Владивосток это тупик, а Хабаровский край это приморье. Что такое Владивосток вообще? Тупик. Тупик Ильича. Ну так. Поэтому какой Владивосток, какой приморье? Приморье это мы, у нас 2300 километров побережье. И где им только лица-то такие интеллигентные выдают. Надо же с таким лицом и опять сесть в лужу. То он 40 тысяч рук, пожалуй, то собирается нанести непоправимую пользу Хабаровскому краю, это я сейчас цитатами говорю, то сообщает нам, что прошел митинги, которых Хабаровчанам и не снились. И вот новый перл Владивосток. Тупик. Кто как обзывается, тот так и называется. Да пока у нас во власти сидят вот такие Дегтяревы, у нас по всей стране будет тупик. И знаете, даже как-то странно, что Дегтярев не из семьи единороссов. Потому что на своего предшественника Сергея Фургала он ну никак не похож. Ну или это тот случай, когда возможность быть и казаться схлопнулись. В жизни ЛДПРовец в душе единоросс. Радует только одно, что подобные высказывания не находят враждебного отклика среди населения Хабаровска и Владивостока. И как бы там Хабаровский губер не изъяснялся, а воспринимать его как попытку пародировать Кличко никто не перестал. Жаль только, что понимают это, к сожалению, не все. И до сих пор существуют люди, готовые сделать изящный прогиб перед кем угодно, лишь бы получить свою грамоту, медальку или похвалу. Я не удивлюсь, если работники выше обозначенного детского сада перед выборами пройдут колонной с портретами Дегтярева, а потом они же посадят действующего в Рио, но уже в кресло губернатора и на абсолютно законных основаниях. Ну и кому тогда задавать все непечатные вопросы? Ну и последнее на сегодня, 1 апреля в этом году для россиян перестанет быть традиционным днем смеха. В этот день правительство отменит ряд привилегий, которые действовали во время пандемии. Ну что, друзья, лафа кончилась, возвращаемся в прежнюю жизнь. Это была секунда несмешного юмора о действующей власти. Итак, с 1 апреля нельзя будет больше подавать заявление на выплату 5000 рублей на детей до 8 лет. Если не успели оформить подачку от государства, успевайте до 31 марта, иначе на ваши деньги кто-то купит себе очередную порцию роллов. Для людей 65+, больничный для соблюдения режима самоизоляции, отменяется. С 1 апреля дружненько выходим на работу в касках, масках и перчатках. Понятно же, что отменилась только льгота, а эпид-обстановка-то осталась прежней. За чей счет банкет, спросите вы? Так, за счет работодателя, конечно. Теперь ему, родимому, придется самому регулировать работу пенсионеров. Он должен перевести их на удаленный режим в приоритетном порядке. Далее. Заемщики потеряют право на реструктуризацию кредитов. Также снимется запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников. Помимо этого, до 1 апреля у горожан еще есть право пополнить наличностью свои электронные кошельки анонимно. 2 числа это можно будет сделать только с привязанного банковского счета. Также отменяется электронный документооборот. Теперь обратиться в службу занятости через госуслуги или портал работы в России будет невозможным. По-моему, это однозначный прорыв. В то время как онлайн активно входит в нашу жизнь, во многом упрощая некоторые процессы, мы смело делаем шаг назад и возвращаем россиян в этот хомоватый и наглейший оффлайн. Велком очереди в душных помещениях. Мы так по вам скучали. Ну и вишенка на торте – это цены на продукты. До указанного дня правительство еще обещает сдержать цены на сахар и подсолнечное масло. После дня их цены пойдут в разнос. Кончилась, друзья, наша сладкая жизнь. Только я вот совсем не поняла, а в какой момент правительство сдержало цены. Уж не в тот ли, когда в конце прошлого года мы узнали о подорожании сахара на 65%, а масла на 26%. Потом произошло вмешательство государства, а цены не снизились. И вот опять, по сообщениям Интерфакса, цены на сахар и масло снова подросли. Так ведь 1 апреля-то еще не наступило. А вы уже нас за дураков держите? Вам руки дали, чтобы вы ими страной за*** ставали, а вы ими опять деньги по карманам рассовываете. Вот такой, друзья, была эта неделя. Я напомню, что второй выпуск программы вы сможете посмотреть только на канале Ермак Медиа. Я в нем расскажу, что случилось с Белозерцевым, кто сглазил Джо Байдена, почему Киселев смотрит в сторону Америки и почему Крым наш, но слезы счастья от этого не проступают. Не пропустите этот выпуск. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok